Тем более, мне очень повезло, что я выступаю после Елены Владимировны, которая, в общем-то, с меня сняла много тем, которые я хотел осветить в своем выступлении. Безусловно, что она со своей стороны вот этот заказ осветила, а мы со своей стороны. Нас призывают вкладывать в это образование довольно приличные деньги, а как бы там ни говорила наша власть, деньги-то надо дать в оборонку очень маленькие. Это, может быть, вообще там на всю страну что-то такое. Поэтому гарантий никаких нет. Сейчас красочно Елена Владимировна это все осветила. Проблема есть. Теперь поехали дальше. Я хочу прямо с места в карьер коснуться тематики нашей конференции, нашего круглого стола. Значит, ну, во-первых, мы, жизнь, на мой взгляд, всегда мудрее всех нас. Мы будем какие-то там схемы предлагать, что-то там делать и так далее. Надо, по-моему, вообще, как и во всем, а рынок это и в этом его и сила, в этом его и слабость. Рынок, он все-таки так сказать говорит, надо более дифференцировать не общие такие подходы, а может быть, даже индивидуально будут работать для каждого специалиста. Что я хочу сказать? Ну, например, вот здесь уважаемая Мария Алексеевна выступила очень ярко, красочно. Но, по-моему, как всегда, болезнь, которую пытаются навязать на высшее образование, проблемы, которые стоят перед государством. Ну, не верю я, что ВУЗ за 6 лет может воспитать там патриотов, там так далее. Не верю я в роль вот такого супергуманитарного образования. Не верю. Я думаю, что инновации могут производить только те люди, которые мыслят как раз в естественно-научном цикле, которые, так сказать, этот самый физику блестяще знают. Поэтому я сейчас сразу же скажу, что я не очень верю, что можно экономистов научить инженерному делу. Инженеров-то все звучали. Экономики можно научить. А экономист, если уж экономист, то экономист. Поэтому я вот возвращаюсь к фразе Попова. Попова я все-таки считаю, что экономистов надо готовить в экономическом образовании, переучивать надо в техническом музее. Так вот, что я здесь хочу сказать. Я не очень верю, я не очень понимаю, почему 60%. Я просто знаю, что идет кризис общества, что вот это рыночные условия, они уже не срабатывают. Общество не может справиться там с этими самыми проблемами, если только оно пойдет по этому пути. Но мы живем в нем, нам некуда деться, нам надо жить по этим законам, и тут уже ничего не поделать, что все уже в этом идет. Безусловно, что нынче управление идет только через экономику. Поэтому я очень прошу представителей вузов, как можно больше расширить блок для нормальных инженеров, которые готовят, не экономистов, а для нормальных инженеров. Надо серьезно расширить блок вот этой подготовки экономики. Потому что сейчас все на производстве, все взаимодействия идут только через экономику. Безусловно, в экономике инженер должен разбираться от этого, причем на любом уровне. Не только на руководящем, а даже разработчик должен прекрасно разбираться в экономике. Поэтому это вот условие, надо увеличивать этот блок. Во многих вузах почему-то экономическое образование тщательно сокращается. Поэтому я еще раз говорю, что экономика. Безусловно, что надо знать иностранный язык. Здесь вообще вопросов нет. Я за всю свою жизнь выучил два языка. Так, кстати, этот центр. Честно говоря, немецкий мне ни разу не понадобился. А английский, но я не представляю, что бы можно было делать без него. Тем более, что я член этого АИ, Ай-Три Белы, который, вообще говоря, только блестящие журналы представляет, который, вообще говоря, является этой источником. Ну, я уж не говорю, что документацию надо писать нынче для инозаказчиков на иностранном языке. Никакой специалист не сделает так, как сделает инженер. И, безусловно, это безобразие, что, в общем-то, два часа там или сколько-то там в неделю. И что дается тот же уровень иностранного языка, как давался в советские времена. Но что бы мне здесь еще хотелось сказать. Значит, я еще раз говорю, что я глубоко убежден, что технический ВУЗ должен готовить инженеров, но с учетом нынешних требований. В чем разница вообще между западными инженерами нашими? Почему им нужно больше вот этих всяких менеджментских курсов, манагерских и так далее, нежели нам? Мы начинаем, как правило, разработку с нуля. Они, по-фактически, их специалисты должны внедрять где-то технологии, которые уже готовы. Не случайно вот здесь коллега из «Энергии» сказал очень хорошо, что вообще говоря, ему специалисты вот этого управленческого звена нужно для того, чтобы перенимать вот эту технологию, чтобы грамотно... Здесь менеджеры вообще вне конкуренции. Здесь даже инженерами скучно работать чужое, принимать там этот самый внедрять и так далее. Поэтому здесь, я еще раз говорю, что нужно каждый раз дифференцировать. Например, вот хорошие, там у них контакт с Норвегией, готовят специалисты? Готовьте. Нет вопроса. Все хорошо, потому что теперь распределения нет, теперь все эти самые и так далее. Но только не надо, вот я еще раз говорю, искать какие-то общие схемы, которые годятся на всех. Мне кажется, что схема должна быть одна. Специалисты должны быть специалистами, но с учетом сегодняшнего дня, я говорю, без экономики теперь не проживешь. Это как бы мы там ни относились к экономике. Поэтому меня даже где-то пугает, что вот выпускают экономистов, экономистов, а где-то уменьшают блок вот этого экономического образования для нормальных специалистов и так далее. А я уже не раз встречался, когда приходят экономисты, вообще говоря, уж не надо так думать, что они сидят и все проекты пишут, вот даже супер, если он грамотный в техническом плане, все равно мы ему даем состав блоков, узлов, комплектующих, мы все ему пишем, а дальше они обсчитывают. И без нас, без инженеров, они вообще, говоря, не очень-то чего-то там и могут сделать. Никогда от них не дождешься, от экономистов, чтобы они весь проект сумели составить без нас. И причем наша роль в этом составлении довольно приличная. По этой причине я еще раз хочу сказать, что конференция нужная, вот этот круглый стол нужный. Может быть, тут должны быть точки зрения, может быть, моя точка зрения несколько стоит в стороне от генеральной, которую здесь большинство принимает. Но мне бы хотелось еще бы в завершении сказать, тем более, что напротив меня сидит Наталья Николаевна, а я именно в Приморском районе, я представляю РАДАР ММС, предприятие, на котором 1500 человек, у которого есть несколько филиалов по всей стране. Так вот мы, что вы говорите, мы понимаем, что сейчас, как бы тут радужно все ни говорили, а, конечно, качество инженерного образования падает. И падает оно не из-за того, что там что-то в УУЗ, там не так делает, да оно вообще падает. Оно и во всем мире падает, и у нас тем более. Потому что, что не говоря, финансово-спекулятивный сектор экономики, он более приносит деньги, туда будут рваться народ более этот самый, туда и в шоу-бизнес. А включите телевизор, 30-летний парень уже живет в собственном доме, в роскошном и так далее. Ну и что, он будет, сломя голову, бежать в эти самые инженеры, что ли? Поэтому здесь я могу одно сказать. Мы как-то пытаемся этому процессу противостоять. Мы уже каждый год, уже будет сейчас восьмая конференция, мы проводим совместно с Дворцом пионеров, проводим конференцию «Будущая сильная Россия. Высокие технологии» для старшеклассников и для студентов первых УУЗ. Мы им раздаем, и руководителям, мы им раздаем книги, в которых мы пишем, там приглашаем ученых. А два года я уже, например, там пишу лекции по физике, не лекции, а хрестомате, где с учетом, так сказать, пожеланий моего коллеги из Политехнического института, я, например, пытаюсь даже физику разнообразить цитатами из стихов, цитатами из рассказов, значит, высказываниями, больше рассказывать о биографии и так далее. Я думаю, вот этот путь самый оптимальный, а не такой, между прочим, доказать, что, во-первых, инженеры и физики не такие уж синие чулки, и они прекрасно, так сказать, разбираются и в искусстве, и в этой самой, или, по крайней мере, любят искусство. Прекрасно разбираться невозможно. Любят искусство, ценят его, они его уважают и так далее. Но и, во-вторых, они все-таки пытаются там доказать, что интересно в инженерном деле. В этом году, с 6 по 8 марта, будет следующая конференция. Я вас приглашаю. В принципе, к сожалению, я визиток не захватил. Здесь есть мои координаты. То есть просим, так сказать, прийти на эту конференцию, может быть, выступить, может быть, участвовать. А те дети подведомственные, которые в физико-математических школ со всей страны, мы их тем более приглашаем. Мы им здесь все оплачиваем, кроме дороги. Плюс мы публикуем их труды, плюс мы их мы даем, как я еще говорил, вот в этом году они получат курс ли хрестоматер по физике, по электричеству. То есть мы этому процессу разрушения пытаемся спасать. Мы не верим, что вот что-то это так уж остановит эту энтропию, которая идет, так сказать, в нашей стране. Но я вот еще раз говорю, что нужно каждому по капельке не задаваться общими какими-то проблемами, что мы сейчас там, в конце концов, Фурсенко прав в каком. Он стал разрушать образование? Допустим, честно поставил вот эту, как его называется, лозунг, что не будет он плодить творцов, что разрушит он советское образование. А, кстати, советское образование ориентировалось на физико-математическом цикле. А там творцы были, будь здорово. Он страшно в этой комнате сидеть, какие мы тут потеряли, каких мы слой потеряли. Поэтому здесь это ценно. Поэтому я еще раз хочу сказать, что, безусловно, вопрос очень тяжелый в этой конференции. Мое мнение вы слышали, я повторять его не буду. Ну а так, хочу только пожелать, что вот, по-моему, вот тот путь, мы на него ступили один раз, который вот сказала Елена Владимировна. Я могу только тут сказать, что он немножко опасен в каком плане. У нас техника очень сложная. Мы пытались с третьего курса набрать, с четвертого курса набрать людей, вот этих студентов. Но дело все в том, что у нас трудности одни. Как, ну они вот участвуют в сборке, а они не работники такие, ну как вам сказать, ну и не сертифицированные. То есть воен-вред потом не подойдет к этим блокам, которые, в общем-то, не те, так сказать, делали. Это целая проблема. И вообще практику организовать для студентов, достойную, чтобы они там чего-то выучили. Мы вот здесь, я почему призываю, чаще надо вот собираться нам, и чаще решать вопросы вот такого рода о нашем взаимодействии, промышленности и вузах. Мы готовы идти на контакты. Я очень рад, что вот сегодня Елена Владимировна, я все ее цитирую, она мне кажется очень сегодня четко, может быть, потому что у нее наибольший успех был, с точки зрения у ее вуза, по связи вот вуза с промышленностью. Я вообще вот за эту физтехническую форму, где с третьего курса люди должны работать на предприятии. Я когда-то, когда получал профессора, я был в Лиапе, и помню такую вещь, что все преподаватели боялись идти к тем вечерникам, потому что эти вечерники были похлеще любых дневников, они все свои вопросы выносили вот к профессору, и говорили, слушай, ну как там? И я должен был на это отвечать. Преподаватель не выдерживал. Поэтому это те вечерники, но те вечерники с третьего курса обязаны были работать по специальности. Вы посмотрите, что сейчас. Сейчас идти-то неинтересно, потому что спросишь, я помню, пришел на один вечерний факультет, меня попросили, там целый поток собрали его. Кто работает по специальности? Поднимает один. Радиофакультет, радиоспециальность. Он работает электромонтером в ЖЭКе. Все. Ну и что дальше? И я к тому говорю, да что вы тут с высшим образованием не делаете, увеличиваете гуманитарную составляющую и так далее, и так далее. Я думаю, вот этот вот аспект, который касается патриотизма и так далее, ну не надо даже его затрагивать. Это, вуз не поднимет это дело, когда правят Абрамовичи, когда он в воскресенье, я с удовольствием посмотрел. А кто тогда поднимет? Значит, поднимет все. Надо, во-первых, давайте так. Буду ли я воевать за человека, который скупил пол Англии, включая истоки Тензи, и который вообще, говоря, живет на ренту вот с моего труда, ничего не делал. В нашем же понимании бизнесмен, это Теодорн Трайзер, это люди так скалывали. Ну, я еще раз говорю, от того, что вы будете им рассказывать, этих самых, даже они будут Трайзера читать, они все равно, их жизнь поставят иначе, потому что жизнь совсем иная. Но надо помаленьку, как церковники, хоть я сам это и есть, у них учатся, надо учиться, надо по капельке, по капельке просто показывать своим примером, что ты патриот, показывать, что ты хорошо относишься к работе, что ты творческая личность. Вуз это и преподаватели, точно так же должны делать. А вот такая вот целенаправленно, такая массовая, сейчас мы поставим курс культурологии, сейчас мы там сделаем методологию радиоэлектроники, и все пойдет ценно-главное. Не верю в это. Ну, а в целом, спасибо Механическому институту, я вот, к сожалению, все руководство ушло, а я хотел бы сказать... Нет, я хотел сказать спасибо как раз городу. Мне кажется, что наш город, в отличие от всех городов, довольно серьезно относится к инженерному образованию. Программа 2080, это гениально, мы переучили достаточно большой, количества этих самых людей. Дальше. Они, по-моему, регулярно ставят свои... Вот сейчас говорят, 20-го будет соответствующее заседание. Мне нравится. И когда я разговариваю с другими, они нам завидуют, потому что такого отношения, вот этого самого нет. Я редко хвалю власть, но в данном случае спасибо, что они так делают. Спасибо. К сожалению, меня вызывают. Аплодисменты. Помещается. Аплодисменты.